привет мы продолжаем тему моднейших видосов и это продолжение видео про одежду видео про аксессуары что я ношу с собой в кармашках практически на ежедневной основе и первый самый важный мне кажется аксессуар последнего месяца это нож нож штука неоднозначная и я долгое время не понимал людей которые таскают с собой ножи в чем прикол зачем тебе нож с кем ты будешь биться медведей в японии нет но как показывает практика это просто инструмент который пользуется редко но метко потому что иногда бывают ситуации когда тебе нож ну просто необходим отковырнуть какую-то скобу из стены отрезать кусок скотча который не рвется выковырить не знаю шуруп какой-то подвернуть порезать фольгу аккуратно чтобы сделать флаг на свет и многое многое другое это ontario red 2 крыса 2 модели она маленькая она легкое место много не занимает и я хожу с ножом не потому что с ножом ходят питер макинон и другие какие-то модные блогеры хотя я увидел ножи именно у них задался вопросом и это реально крутая штука единственное что смущает до сих пор люди считают что вокруг ноже есть какой-то негативные флеры что с ножами ходят какие-то головорезы бандиты но ребят это просто инструмент как и любой другой и иметь его на кармане просто приятно следом после крысы конечно же бумажник кошелек это вот такой небольшой кожаный кошелек от какого-то японского дизайнера я купил его на амазоне фишка этого кошелька в том что он похож скорее на монетницу так он компактный но здесь помещается все необходимое у меня здесь как слышите есть монеты золото есть у меня карточки здесь же у меня суйка японский проездной моя айди карта резидента с визой и также тут есть отсек для наличности то есть эта штука она вот таким образом раскладывается сюда помещаются полноценные большие японские купюры аксессуар номер два вот такой маленький кожаный кошелек третье место минти это японские таблетки для освежения дыхания грубо говоря это такой мятный тик так таблетки формат очень компактный сейчас одну засосу это фирма асахи которая делает например очень известное японское пиво асахи опять-таки мне очень нравится форум фактор в котором выпускается минти это маленькая плоская симпатичная коробка которая всегда где-то в кармане места много не занимает но освежить дыхание периодически после еды напитков необходимо четвертое место гигиеническая помада самая обычная ментоловая гигиеническая помада которая необходимо в зимний период весенний осенний где есть ветер сухость то есть без этой штуки я чувствую себя очень злым мне некомфортно у меня трескаются губы они болят я раздражаюсь негодую и люди рядом со мной также находятся в напряжении в моей работе когда приходится много сидеть за компьютером очень устают глаза глаза это мой основной рабочий инструмент для того чтобы поддерживать их влажными работоспособными чтобы они не сохли не слезились не болели я использую вот такие японские капли это витаминный комплекс который в данном случае имеет достаточно сильный заряд ментола и они щипят глаза то есть человеку не тренированному такие штуки будет использовать некомфортно вы буквально первые пять минут после закапывания будете плакать но эта штука безумно освежает я уже привык и просто я когда капаю раза четыре в день нужно их использовать чувствую себя максимально освеженным эта вещь просто маст хэв если вы работаете за компьютером всем офисным работникам монтажером да кому угодно вот эта штука точно лишней не будет опять таки это маленький удобный плоский флакон заметили да как все компактно gopro hero 7 black плюс этой штуки в том что она вода защищена вода непромокаемая я ее макал воду могу носить с собой в кармане она маленькая минус батарейки жрет очень сильно и звук пишет так себе но для какого-то формата где-то сфот отца когда это невозможно сделать на телефон подснять какой-то кадр не знаю окунуть опять-таки в лужу не знаю зачем но я использую не постоянно покупал для того чтобы снимать блоги мне казалось блоге на gopro это хорошая идея и на нее не получается тот контент который я хотел получать но опять-таки это крутая штука которая будет полезна и точно не будет лишней в руках абсолютно любого видеомейкера конечно я на улицу не выхожу без смартфона это meizu not 66 но по моему обычный китайский недорогой бюджетный смартфон мне в принципе нравится meizu нравится их бюджетные модели у них классная оболочка флайм сам телефон выглядит вот так он синий я ношу его в таком чехле опять-таки чехол какой-то с амазона он достаточно из плотного силикона он амортизирует он у меня несколько раз падал и на нем не царапинки также я прицепил на чехол вот сюда сзади вот такое кольцо из 100 иенника стоянного магазина которая позволяет носить телефон на пальце а также позволяет использовать это кольцо как подставку для телефона то есть она достаточно жесткая вот я могу в любом положении его зафиксировать ставлю телефон телефон стоит на телефон очень редко фотографирую и не снимаю на него видео поэтому мне не нужен какой-то крутой флагман который бы снимал 4k а тот функционал что предлагает meizu мне пока достаточно то есть это социальные сети неглючный телефон с большой батарейкой проверить почту да достаточно хороший экран full hd посмотреть видео на ютубе проблем никаких нет ну и где я все это таскаю у меня имеется вот такая сумка от uniqlo по моему в таких цветах эти сумки уже не выпускаются это достаточно универсальная поясная сумка которая имеет вот такую лямку чтобы носить собственно на поясе либо на плече в то же время эта лямка отстегивается и прячется при необходимости вот сюда и мы получаем такой типа кладч а также с этой сумкой идет ремень который цепляется на карабин и позволяет носить эту сумку на плече вот я спрятал лямки получается вот такая сумка при этом тут достаточно много карманов тут два отделения и во втором отделении еще дополнительные кармашки имеются что это это не кордура но это хлопок внутри это какой-то непромокаемый материал сюда помещается все что я перечислил и даже больше очки мои рейбэн и я также сюда запихиваю на летнее время когда в одежде мало карманов эта штука вообще необходимо мне очень нравится этот цвет как я сказал по моему в этом цвете бордовом ее нет есть черный какой-то просто красный но такого цвета уже нет и пожалуй это все аксессуары которые я ношу с собой на постоянной основе конечно у меня имеются и наушники беспроводные проводные но я не ношу их постоянно я отвык от музыки как-то мне поднадоела музыка и я стараюсь наоборот себя освободить от этого и наушники заметил не беру с собой уже давно так в целом музыку уже перестал слушать и дома слушаю только утром когда делаю зарядку вот такая получилась подборка ребят напишите комментарий поставьте лайк подпишитесь на канал и бахните колокольчик чтобы ничего не пропустить я жду ваших комментариев на этом я с вами не прощаюсь мы увидимся на следующем видео пока